Реформа избирательного законодательства – первейший приоритет для Матео Ренци, которому поручено сформировать новое правительство Италии. Сразу после этого будущий премьер собирается плотно заняться и экономическими вопросами. Сегодня Ренци начинает конкретные переговоры по созданию кабинета. Аналитики не ожидают, что на этом этапе возникнут какие-то серьезные проблемы. Гораздо больше их волнует способность 39-летнего политика притворить свои обещания в жизнь. Я думаю, что Ренци сможет продвинуть новый закон о выборах и урезать расходы на политику. Итальянцы очень хотели бы принятие таких реформ. С другой стороны, эти реформы не изменят той ситуации, в которой живут миллионы итальянских семей. Я считаю, что он не сможет провести такие изменения в экономике, какие удались Монти и Летти, за исключением, может быть, контроля над государственным долгом. Многолетний политический и экономический кризис в стране не дает итальянцам особых поводов для оптимизма. Новый премьер – новая, но довольно тусклая надежда. Надежда умирает последней, но я ничего от Ренци и не жду, потому что он не сможет получить поддержку большинства для тех реформ, которые задумал. Я жду того же, что и все остальные, что он решит проблемы граждан, создаст рабочие места и улучшит наше благосостояние. Многие, впрочем, считают назначение премьера президентом недемократическим шагом и требуют досрочных выборов, тем более, что Маттео Ренци не может похвастаться поддержкой большинства депутатов в обеих палатах итальянского парламента.